Свершилось! Сегодня состоялась торжественная церемония открытия нового телецентра. Этого момента сотрудники телерадиокомпании «Импульс» ждали несколько лет. Вместе с главой города Иваном Костогризом символическую красную ленту перерезал директор компании Дмитрий Фуражкин. После торжественной части сотрудники «Импульса» провели для градоначальника экскурсию. Подробности у Павла Прожогина. Здравствуйте! 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 Нужно поздравлять с вами! Здравствуйте! Здравствуйте! О, ты ее! О, ты ее! Здравствуйте! Пока гости поднимаются на этаж, где расположены съемочные павильоны, творческий коллектив собирается в большой студии. Она предназначена для авторских программ, или, как говорят журналисты, для тематики. Именно тут разворачивается главное действо. У символической красной ленты стоят люди, без которых долгожданный переезд в новый телецентр был бы просто невозможен. Иван Иванович! Ну что ж, давайте в торжественной обстановке перережем нашу красную ленту и откроем новый импульс «Ямала». Коллектив очень творческий, работоспособный, поэтому рейтинг импульса в городе Нурингу очень высокий. И это свидетельство о том, что у вас очень хороший такой потенциал, который можно сегодня вот в этих новых студиях, в новом телевизионном центре, конечно, реализовать уже более и более эффективно. Без поддержки главы города этого бы здания в импульсе бы не было, причем постоянный. Мы работаем 9 лет с Иваном Ивановичем, и 9 лет он поддерживает нашу компанию, и она становится с каждым годом все лучше и лучше. Торжественное открытие телецентра – еще один день рождения предприятия. Для коллектива это новый импульс развития. Для гостей – возможность поздравить новоселов и выразить пожелания по воплощению творческих фантазий в видеоконтент. Хотелось бы пожелать, чтобы в новом здании, в новых условиях и на новом пространстве произошла перезагрузка и новый формат был импульса. Во-вторых, чтобы новый взгляд был на события, которые происходят в нашем городе. Те люди, которые стоят во главе телевидения, которые управляют сегодня, можно сказать так, умами людей, это, конечно же, большая сила, которой нужно пользоваться с большой осторожностью. И эта осторожность есть у импульса. Мне хочется пожелать в этот день, день открытия уже, чтобы с новыми силами мы приступили действительно к той трудной работе, формированию такого доброго отношения к миру, к городу. Знакомство гостей с телецентром продолжается в павильоне новостей. Просторная студия даст возможность реализовать в одном пространстве сразу несколько проектов. Каких? Пока умолчим. Следующий пункт короткой экскурсии – маш-зал. Заместитель директора телерадиокомпании характеризует его немногословно, но емко. Это мост. Все это не имеешься, тоже? Да, да, да. Это все в одном. Познакомились участники экскурсии с радиоредакцией, посмотрели, где происходит монтаж материала и откуда он уходит в эфир. И, конечно, встретились с теми, чьи идеи становятся готовым продуктом в виде тематических программ. Корреспонденты этой редакции называют свой кабинет самым позитивным. Даже не сомневаюсь, что самый позитивный. Ну, потому что в эфире синовых тонах, все красивые, все всегда улыбаются, правда, здесь всегда очень красиво. И всегда хороший настроение. Всегда хороший, потому что это тематика, новостей у них нет, они ничего плохого не знают, и делают хороший, позитивный проект. И это правильно. Впрочем, и редакция новостей, которая выполняет задачи иного характера и масштаба, всегда готова заряжать и заряжаться позитивом, но без отрыва от основного производства. С наступающим Новым годом, поздравляю с новосельем, вам удачи. Спасибо. Оценить переформатирование «Импульса» телезрители смогут уже после праздничных каникул, но главное, что останется неизменным, объективность и творческий подход при выполнении задач любой сложности. Павел Прожогин, Николай Александров, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».